Здравствуйте, мои юные друзья! Давно у нас не было Капитанской субботы, но это потому, что у меня какие-то выступления каждый день, а то и по два. Я думаю, что я людям уже надоел. Нет у нормального человека столько времени смотреть и слушать мой гений. Поэтому я и пытался хотя бы сделать какой-то перерыв по субботам. Но многие пишут и говорят мне, что хотят слышать истории из моей жизни, из моего военного опыта. Ну и в основном какие-нибудь веселые, потому что в интернете мы на разных передачах обычно обсуждаем не очень веселые вещи. Ну вот недавно и сейчас идет много спора с новым президентом Украины Зеленским про язык, пропаганду. Надо иметь русскоязычные каналы или нет. Я считаю, что культуру всегда надо понимать. Больше культур ты понимаешь, а язык это самое, наверное, главная составляющая культуры. Я бы, хорошо бы, если ты понимаешь. Ну вот расскажу пару историй, когда нет совместимости в культуре и даже в языке. Как-то на одном приеме я переводил американскому генералу, а с другой стороны был советский генерал. Ну и после ужина американский генерал встал и сказал, я хочу дать тост за президента Горбачева и за президента Буша. Мы поднимаем этот тост. Ну и я перевел президент Горбачев, президент Буш. Потом встает советский генерал уже нормально выпивший и сказал, ну что? Ну вот, ладно, ну что там это вообще? Вот мы, да, ну и как? Ну и вы здесь, ну а что мы вот это вообще? Ну все, что, нормально. Сидим, да, ну вы тут и это как? Ну а что еще может быть? И мы вот. И вот это продолжается в таком стиле. Я внимательно его слушаю. Американский генерал тоже с рюмкой сидит его внимательно слушает. Потом он в конце концов закончил эту пургу воспаленного военного мозга. И американский генерал меня спрашивает. Что он сказал? Я ему сказал, ну за дружбу. Он говорит, слушай, а ты правда по-русски понимаешь? Он пять минут говорил без остановки. Что за дружбу? Он что-то сказал? Я говорю, нет, он ничего не сказал. Одни слова паразиты. Ну этот генерал, конечно, не стал со мной там пояснять отношения ничего, но я видел, что он не очень как бы был согласен с этим. Ну а потом мы пошли в ресторан, ресторан Украина. Сказали, мест нет. Я ему говорю, чудак говорит, мест нет. Этот, который стоял у дверей, услышал, что я говорю по-английски, говорит, подождите, вы откуда? Вы гость гостиницы или нет? Я говорю, нет, мы из американского посольства. Он говорит, нет, заходите тогда. Мы заходим и правда мест нет занятых. Все места пустые. Все в белом. Скатерти белые, шторы белые, стены белые. Все белые, как в дурдоме. И нас сажают прям посередине зала. И дают меню. Меню по-русски. Он мне говорит, что-то такое, выбери все, что ты хочешь и давай закажи нам. Он сидит молчит. Подходит такая официантка. Таким твердым комсомольским шагом она подходит ко мне. И говорит, заказывайте. Я говорю, ну вот можно нам там селедку под шубы. Говорит, нету. Я говорю, ну тогда салат оливье. Говорит, нету. Я говорю, ну тогда можно нам борщ. Она говорит, борщ сегодня не сварили. Я говорю, хорошо, ну вот тогда ситринки, может быть с икрой черной. Не завезли сегодня у нас, этого нету. Я говорю, а что у вас есть? Она говорит, у нас все есть. Смотрите в меню, читайте. Я говорю, ну тогда может быть красные вот это рыбы или там может быть котлету по-киевски. Она говорит, нету. Нету этого. Я говорю, ну вы же говорите, что у вас в меню все есть. Она говорит, заказывайте. Вы будете заказывать или будете здесь со мной ругаться? Я говорю, я с вами не ругаюсь, но я уже понимаю, что наверное мы сегодня кушать не будем. И я говорю, ну хорошо, а если бы вот вы заказывали, вы бы что себе бы заказали? Она говорит, я в таких дорогих ресторанах не питаюсь. Она говорит, да, ситуация тут как-то такой заколдованный круг получается у нас. Я говорю, ну хорошо, но если бы я вас пригласил и я бы оплатил. Мы вот с молодым человеком вас бы пригласили и оплатили. Вы бы что себе заказали в этом ресторане? Она говорит, есть комплексный обед. Суп, антрекот и компот. Я говорю, давайте нам два, пожалуйста. Она говорит, ну они 3 рубля, там 17 копеек. Тогда 20 центов по-моему это было. Я говорю, дайте, хорошо. Я говорю, у нас мы люди состоятельные, дайте нам, пожалуйста. Она приносит, ну суп, он какой-то жирный был и его кушать не советовалось, потому что язва обеспечена. Антрекот мяса не имел. Это был какой-то сустав, жила такое, очень сильно пережаренное и пересоленое. Его тоже жрать нельзя. Компот был неплохой, неплохой компот оказался. Ну и еще потому что мы все время пить хотели. Потому что тогда можно было ходить по улицам Москвы и не найти чего попить. Потому что или продавалась какая-то теплая пепси-кола, от которой еще больше пить хотелось. Или какая-то соленая не боржомия, то ли из синтуки, то ли еще что-то. А вот простой воды нет. Ну хотя когда напивались, тогда не было где писать. Не могли найти. Ну в общем вот такой вот тоже заколдованный круг. И я ее попросил еще порцию компота. Она сказала, компот отдельно не продается, только в комплексе. Я говорю, хорошо, еще два комплекса принесите. Она говорит, так вы же это не съели. Я говорю, ну мы заказываем, мы хотим, мы это для вас. В общем она не поняла нас. Ну со злостью принесла еще два комплекса обеда. Я ей сказал, вы можете не ставить там суп и антрикот, а только вот компот нам. Нет, нам тут такого подачек не нужно. В общем этот генерал смотрел, смотрел, наблюдал за всей этой картиной и спросил, а ты можешь мне объяснить, что происходит вообще-то? Я говорю, ну вообще-то происходит вот такая утопия коммунистического рая. Все есть, но ничего нет. А то, что есть, жрать нельзя. И поэтому я должен с ней все время договариваться об этом. Он мне спросил, ну может пиццу закажем? Я говорю, да, давай пиццу закажем сразу по приезду в Америке. Вот такие истории из моей жизни ранней в Советском Союзе. Так что всем хороших выходных. Капитан Юра, over and out.